Итак, следующий дебютный принцип. Называется он соединение тяжелых фигур в дебюте. Тяжелыми фигурами считаются ладьи, а также ферзь. То есть, если кони и слоны у нас легкие фигуры, ладьи и ферзь это тяжелые фигуры. Но когда речь идет о соединении тяжелых фигур в дебюте, речь идет именно о ладьях, поскольку ферзя и соединять не с чем. А вот ладьи, если они находятся во взаимодействии с друг другом, они очень хорошо оказывают совместную игру. Как это происходит, я вам покажу. Давайте представим, что черные здесь не будут у нас ходить, будут ходить только белые. Итак, ходят белые, они следуют дебютным принципам, открывают линии, развивают свои легкие фигуры. Развивают коней раньше, чем слонов, развивают также слонов. Кстати говоря, вот эта вот расстановка, в принципе, я считаю, за белых в идеале можно к ней стремиться. Естественно, что на практике вам редко кто даст сделать такую расстановку, потому что будет ваш противник противодействовать вашим планам, будет бороться за центр. И так просто не получится сделать такую расстановку. Но, тем не менее, вот такую вот модель, примерно, вы можете держать. Кстати говоря, последний ход слон может также выйти, например, на F4. И, то есть, это такая вот маленькая деталь. Значит, белые следуют принципам, маркируются, развиваются у ферзя. И вот здесь, как мы видим, возникает свободное пространство между ладьями. То есть, ладьи защищают друг друга. Это и называется соединением тяжелых фигур. То есть, вообще, даже в любых позициях в течение игры, это очень хорошо, если ладьи стоят на одной линии, они друг друга защищают, взаимодействуют между собой. Это очень полезная вещь. Потом можно уже также ладьи вывести на потенциально открытые линии в будущем. То есть, как мы видим, вот ладьи выходят на линию D и на линию E, поскольку они в будущем могут быть потенциально открыты. Им лучше здесь всего стоять. Вот эти вот пешки на D4 и E4 могут быть разменены, и ладьи будут оказывать соответствующее давление. Вот такая вот расстановка белых. Опять же говорю, в идеале ее тяжело достичь. Но здесь уже, как мы видим, аркерованные короли, развиты легкие фигуры, они готовы принять участие в атаке, создавать какие-то угрозы и так далее. То есть, как мы видим, это достаточно гармоничное развитие за белых.